За все время действия краевой программы во Владивостоке местный материнский капитал увеличился в 5,5 раз. Введение проекта поддержки семей с детьми было обусловлено низким уровнем рождаемости в Приморском крае. Из статьи «Региональный материнский капитал Владивосток» вы узнаете, кто имеет право на выплату, каков алгоритм действий при оформлении сертификата, какие понадобятся документы, куда следует обратиться, на какие цели можно потратить. Деньги. Региональный материнский капитал Владивосток. Размер выплаты. В 2012 году, когда программа регионального материнского капитала во Владивостоке и Приморском крае только начала свое действие, сумма выплаты составляла только 30 тысяч рублей. На сегодняшний день размер маткапитала куда существеннее 163 тысячи в 167 рублей. В 2016 году было принято официальное решение местных властей индексировать сумму выплаты на величину инфляции, уровень которой был зафиксирован в предыдущем периоде. Региональный материнский капитал Владивосток. На какие нужды семьи разрешено потратить средства. Перечень целевых направлений средств регионального материнского капитала стандартный, какой принят в большинстве других регионов, в которых действует аналогичная программа. Деньги можно потратить на цели использования средств, комментарии улучшения жилищных условий приобретения построенного дома или квартиры, первичное и вторичное жилье, реконструкция ранее построенного или купленного коттеджа, постройка индивидуального жилого дома своими силами или через строительную фирму, выплаты ипотечного займа, первоначального взноса, основного долга, процентов по кредиту, ремонт жилого помещения капитальной или косметической оплаты услуг медицинского характера детям в возрасте до 23 лет, родителям, состоящим в законном браке, оплата услуг учебных заведений для детей не старше 23 лет, оплата реабилитационных средств для ребенка-инвалида, неупомянутых в перечне средств реабилитации, предоставляемых бесплатно в рамках федеральной и региональной программы. Кто имеет право на получение? Администрация Приморского края предоставляет право на подачу заявки и оформление местного материнского капитала следующим лицам – матери, родившей или усыновившей 3-го, 4-го и т.д. ребенка в период не ранее 1 января 2012 года. Отцу детей, который решился на единоличное усыновление, как минимум 3 детей позднее 1 января 2012 года. Отцу семейства, соответствующему всем требованиям закона, чья супруга скончалась или по решению суда была признана умершей, погибшей и пропавшей без вести, недееспособной, лишенной прав на детей. Условия предоставления дополнительной финансовой поддержки. Важно! Заявление на расходование средств материнского капитала разрешается подать только после того, как ребенку исполнится один год, или через год после того, как вступит в законную силу решения суда о передаче приемного ребенка в семью. Исключения составляют случаи, когда требуют оплатить лечение или средства реабилитации ребенку. К получателям краевого материнского капитала во Владивостоке предъявляются следующие требования. Семья может оформить выплату после появления, рождения или усыновления в семье третьего и каждого из последующих детей, то есть маткапитал. Может быть предоставлен неоднократно. Родители должны проживать совместно со своими детьми и быть зарегистрированными на постоянной основе на территории Приморского края. У заявителей их детей, давших право на выплату, должно быть Гражданство РФ Порядок предоставления Матерь и отец детей получают право на обращение за материнским капиталом в Приморском крае только после того, как прошло 12 месяцев с момента рождения третьего, четвертого, пятого и каждого из последующих детей, прошел аналогичный срок с даты вступления. В силу решения суда о передаче приемного ребенка в семью усыновителей. Несмотря на то, что местная администрация не запрещает семье потратить деньги на любые нужды семьи из установленного перечня допустимых целевых направлений средств, родителям все равно приходится обращаться в органы социальной защиты. Население или многофункциональный центр – два раза, для передачи документов на проверку наличия права на выплату, на получение разрешения использования средств после проверки бумаг. Кому переведут деньги материнского капитала в Приморском крае? По словам администрации Приморского края, большинство семей, обратившихся за краевым материнским капиталом, хотели бы получить средства в наличной форме или переводом на банковскую карту. Однако чаще всего деньги направляются непосредственно продавцу жилого помещения, строительной организации, медицинскому или образовательному учреждению. Перевод на банковский счет родитель может получить только в следующих случаях, если строительство, реконструкция или ремонт жилья производились собственными силами. Данный факт нужно подтвердить документально, квитанция, чеки об оплате строительных материалов, например. Если осталась невостребованная сумма, составляющая менее 10% общего размера выплаты. Читайте также статью «Пособие на ребенка в Приморском крае в 2020 году». Законодательные акты по теме. Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года номер 236 КЗ о дополнительной поддержке многодетных семей в Приморском крае о постановлении Администрации Владивостока 3 октября 2012 года номер 272 ПА об утверждении порядка предоставления регионального материнского. Капитала в Приморском крае – типичные ошибки. Ошибка. Мужчина, усыновивший пасынка и пачерицу и воспитывающий в общей сложности четверых детей, претендует на материнский капитал в Приморском крае. Комментарий. Пасынки и пачерицы, усыновленные, удочеренные мачехой или отчимом, не могут быть учтены при подсчете общего количества детей при выяснении наличия прав на региональный материнский капитал во Владивостоке. Ошибка. Родители, отменившие усыновление третьего ребенка в семье, учитывают его при оформлении материнского капитала во Владивостоке. Комментарий, дети, в отношении которых было отменено усыновление, не могут быть учтены при подсчете общего числа детей при оформлении материнского капитала в Приморском крае. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Могут ли дети, признанные сиротами после смерти обоих родителей или единственного родителя, или оставшиеся без родительской опеки, претендовать на региональный материнский капитал в Приморском крае? Ответ – нет подобное. Не допускается местными законами, регулирующими порядок предоставления средств материнского капитала, несмотря на то, что в большинстве регионов право на получение сертификата переходит сиротам, родители которых не успели воспользоваться. Правом на выплату. Вопрос номер два. Может ли мужчина, имеющий четверых детей, по два ребенка от двух браков, претендовать на материнский капитал в Приморском крае? Ответ – нет, учитываются только дети, рожденные одной женщиной, или усыновленные одной семьей. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!